Всем привет! Это снова Светлана со своими орхидеями. Вот хочу поделиться с вами радостью, которая сейчас у нас тут происходит. У меня здесь есть два красавца. Ой, тихо. Это у нас джапоника, сейдерия, да? Правильно, как говорят. Сейдерия, сейдерия, сейдерия. Вот она. И это такая же у меня красота. Вот их две. Купила их, когда они были совсем крошечные. В общем, они у меня, конечно же, подросли. Вот у этой красавицы пошли корешки. Вон они проснулись. Но она пока только с корешками, как говорится, дружит. Корешочки, корешочки. А ее сетичка просто решила мне дать детку раз. И наверняка это снова детка два. Вон какая уже жирная. Будем видеть еще через недельку точно. Кто-то жалуется, что они у них плохо растут. У кого-то что-то с ними происходит. То они гниют, то они не цветут. Не знаю. Вот в этой системе 36 часов в воде и 5 без воды. Просто супер все. Я не знаю. Плюс еще, конечно же, кормления немного. В конце месяца разок. Да, тут с корнями все супер. Как видите, все растет. После нового года кажется, что уже действительно и весна пришла. Действительно. Потому что все просыпается опять же. Все растет. Вот у меня сейчас открыто окно. Слышно звуки всякие. Прохлада. Это у меня тетрадь. Пистос красавец такой. Он у меня решил тоже проснуться. У него листик наконец-то появился. Я так долго этого ждала. Наконец-то листик появился. Корешки растут. Но вот они у нас тут. Два. Вот я смотрю, проклюнулись. Просто здорово. Это у меня белина. Белина не знаю, какого цвета было написано. Ред, когда ее покупал у попов Орхиц. Она была крошечной. Ну, как крошечная. В два раза точно меньше. Тоже где-то около полугода назад, если не больше. И тоже пришла немножко с повреждениями такими. Хотя был красивый такой там на фотографии. Ну, как всегда. Наши продавцы у нас немножко... Не обманывает, но хитрят. Так вот. У нее тоже наконец-то пошли корешки. Один. Вон второй. Я очень рада. Сегодня просто опять поскладывала их все. Протирать буду опять. И мой мини-марк. Господи, как я рада ему наконец-то, что у него тоже пошли корешки. Вот он какой красавец. К весне буду обязательно ждать его цветения. Он уже взрослый. Он не малыш. Походу у нас там еще и листик идет. Ух ты, я его даже не видела. Вчера его только не было. Я только вчера смотрела туда. Вот одну ночь, получается, уже и листик вылез. Вот такие красавцы. Порадовали нас. Рядом с ней там с Эдиом. Я его наконец-то на солнышко вытащила, так как рост его идет. Но светил он мне категорически отказывается. Вон крышки какие классные тоже появились. Буду его так же, кстати, как котлей свои держать. Вот там на северном окне. Потому что я так понимаю, что он тоже любит прохладу. Ему нужно меньше света для цветения. И все-таки солнышко для цветения, конечно же, нужно. Но, видимо, не всем. Тем цветам, которым нужен только дневной свет, им достаточно. Просто нужно угадать это. Я думаю, когда они были посажены. Все зависит от того, когда они были посажены. И как они были политы. И когда их вам отправили. В какую погоду, как упаковали. Очень много факторов зарабатывает. Ну, в общем, мы будем стараться показывать вам цветение. Радоваться за ваши цветочки. А вы будете радоваться за наши, наверное. Спасибо всем большое за просмотр. И хорошего солнечного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok